Альбана – итальянский певец, вершина творческой карьеры, которого пришлась на 80-е годы. Его блистательный дуэт с Раминой Пауэр пользовался невероятной популярностью. Особенную любовь у меломанов снискали песни Филичита, Шаразан. С композицией «Так будет» в 1984 году певцы завоевали первое место на Сан-Рема. Одиночные выступления, совместные концерты певца и Рамины Пауэр всегда собирали целые залы, стадионы. Песни Альбана советские меломаны знали наизусть, многие композиции пользуются большой популярностью и сейчас. Многие ленинградцы до сих пор помнят, какой ажиотаж творился в 1987 году, когда в северную столицу приехали на гастроли Альбана с Раминой Пауэр. Достать билеты на выступления блистательной четы было практически невозможно. В течение двух недель спорткомплекс имени Ленина на 15 тысяч мест не мог вместить всех желающих. Советские зрители не знали итальянского языка, однако это нисколько не мешало им подпевать любимым артистам. Весть о распаде прекрасного дуэта для многих меломанов была настоящим ударом. Но Альбана в течение 19 лет продолжал сольную карьеру. В глубине души многие ждали возрождения дуэта. Певец обратился к Рамине, получил согласие на продолжение совместной деятельности. Певец и сам не верил, что его идея уменьшается успехом. Слишком много противоречий разделяло его с бывшей супругой. В течение 19 лет постоянным посредником между ними был адвокат. Однако Рамина и сама, испытывающая ностальгию по прежним временам, легко согласилась с приглашением к сотрудничеству. Эстрадный певец родился в Чилино-Сан-Марко в мае 1943 года. Традиционным занятием жителей этого местечка, расположенного на юго-востоке Италии, было ведение сельского хозяйства. Кармелла и Иоланта Каризи, родители будущего певца, владели собственным виноградником, который перешел к ним по наследству. Жизнь главы семейства круто изменилась в период Второй мировой войны. Его призвали в армию, чтобы пополнить войска Муссолини. Виноградарь воевал в Албании. Боевое прошлое оставило глубокий отпечаток в памяти Кармелла. Когда в семье родился первенец, отец назвал его Альбана. Это имя, несвойственное для итальянцев. Переводится как «албанец». Своего второго сынишку приверженец Муссолини назвал Франко. Родители будущего музыканта, как и многие потомственные крестьяне, придерживались традиционных патриархальных взглядов. Они были настоящими католиками, регулярно посещали службы. Вскоре Альбана нашел для себя душину. Ею стала музыка. Мальчику было только 12 лет, когда он сочинил свою первую композицию, назвав ее «Прощай, Сицилия». С того времени в глубине его души родилась мечта. Он хотел быть певцом. Альбана стремился стать самостоятельным. Не хотел зависеть от родителей. Юноше было только 16 лет, когда он переехал в Милан. Здесь для молодого человека нашлось рабочее место. Он начинал с низов, стал официантом, а после поваром в кафе. Шли годы, а в жизни Альбана ничего не менялось. Он честно выполнял свои обязанности, но всегда мечтал о другом. В 22 года молодой человек впервые вышел на сцену. Он стал конкурсантом новых голосов. И первое выступление принесло ему большую удачу. Победителю вокального состязания предложили первый контракт. Организатором новых голосов был знаменитый Андриана Челентано, трепетно относившийся к юным талантам. Мэтр предложил молодому вокалисту стать участником лейбла «Клан Челентано». Юноша был очень рад. Он получил все и сразу – признание, работу, творческий псевдоним. Автором нового имени стал Челентано. Он поступил до гениального просто, разделив звучное имя нового певца на два слога – Альбана. В том же 1965 году меломаны с радостью встретили первый альбом молодого вокалиста. Он получил название «Дорога. Я должен сказать тебе нет». Затем артист отправился в гастроли по городам своей страны. В 1967 году певец Коризи стал автором песни «На солнце», которая очень скоро стала настоящим хитом. Композиция приобрела необычайную популярность после участия артиста в музыкальном конкурсе «Диск на лето 67». Подобный успех не остается незамеченным. Продюсер Джильберто Карбоне, мечтающий о создании музыкальной киноленты, решил использовать песни Альбана в новом проекте. Его фильм зрители увидели в рождественские праздники. Карбоне пригласил для участия в съемках красавицу с медовым взором – Раймину Пауэр. Встреча музыканта и этой юной девушки стала судьбоносной. Они не только поженились, но и образовали творческий союз. После первой картины последовало еще шесть. Но Альбана не давала покоя музыкальная карьера. Он твердо решил достичь в ней предельных высот. Его интересовало участие в престижном конкурсе «Сан Рэма». В 1968 году певец становится участником этого состязания. Для конкурса исполнитель подготовил песню «Изгородь», но дойти с ней до финала не смог. Это не стало для певца камнем преткновения. Через три года он вновь стал участником «Сан Рэма», подготовив для него песню «13 сегодняшней истории». И опять фиаско. Альбана не удалось пробиться в ряды призеров, но его волю к победе не была сломлена. И на этот раз он стал работать над ариями по произведениям Даницети, Маскани, Пучини. Записал альбом. Затем тенору пришла в голову мысль о создании творческого дуэта с Райминой Пауэр. Эта блестящая идея принесла большой успех. На зрителей оказывали потрясающее впечатление, чарующие голоса, восхитительный вид прекрасной пары. В 1970 году Альбана и Рамина Пауэр записали свой первый совместный диск, назвав его «История двух влюбленных». Через пять лет вышла их вторая пластинка «Акт первый». На Евровидении 1976 одна из композиций этого сборника «Мы переживем все это снова» сумела занять седьмое место. После такой победы популярность творческого союза стала набирать крутые обороты. В начале 80-х годов Альбана с Раминой порадовали меломанов прекрасными песнями «Счастье» и «Шаразан». Именно эти композиции позволили дуэту занять второе место на Сан-Рема. Творческий союз активно работал над расширением целевой аудитории. Певцы исполняли песни на двух языках – итальянском, испанском. Это позволило им приобрести немало поклонников в Южной Америке. Особенно удачным для творческой четы стал 1984 год. Они вновь стали участниками Сан-Рема и сумели занять здесь первое место с композицией «Так будет». В том же году музыканты получили приглашение в Советский Союз. Здесь они не только давали концерты, но и стали участниками музыкального фильма «Волшебная белая ночь», который снимался на Ленфильме. Через год супруги выступили на Евровидении. С песней «Волшебство о волшебство» они заняли на этом конкурсе седьмое место. В 1986 году вышел их новый сборник песен «Семпле, Семпле», который стал самым продаваемым у этих музыкантов. Еще через год певцы порадовали любителей эстрады новой композицией «Либерта». Поддерживать популярность нелегко. К началу девяностых годов творческий дуэт стал обращать внимание на падение рейтингов. Призовое место в Сан-Ремо звездная пара смогла завоевать еще один раз, выступая с песней сборника «Хрупкая». Альбана не сдается. В 1991 году он записал еще один диск, в который были включены самые яркие хиты вокалистов. В 1993 году певцы записали очередной диск «День и ночь». В 1995 году альбом под названием «Волнующий». Это был последний диск творческого дуэта. Совместную концертную деятельность артисты закончили красиво, подарив своим поклонникам видео живого концерта, в котором прозвучали композиции из сборника «Волнующий». Расставшись с супругой, альбана не поставил крест на певческой карьере. Он увлекся классической музыкой, стал создавать композиции на темы произведений Верди, Бетховена, Чайковского. Вскоре выходят его новые диски, новый концерт, концерт классической музыки. Рамина Пауэр – не единственная вокалистка, которая пела вместе с альбаном. Он выступал и с Монсеррат Кабалье, затем создал дуэт с Энрико Карузо. Свой юбилей артист решил отпраздновать особым образом, одарив поклонников праздничной программой. Зрители вновь услышали песни в исполнении звездного дуэта. Были представлены и композиции друзей вокалиста. Концерты в московском Кроку Сити-Холл, в которых принимала участие Рамина, стали настоящим толчком для воссоединения творческого дуэта. Личная жизнь. Альбана встретился с Раминой Пауэр на съемочной площадке кинофильма «На солнце». Между ними сразу пробежала искра, которая переросла в нежную дружбу, а затем и в пылкую любовь. Мать и сестра Рамины не горели желанием породниться с итальянским вокалистом. Амбициозным американком сеньор Каризи вовсе не казался подходящей парой. Он выходец из простонародья, был старшей Рамины на 8 лет, ниже ее на 7 сантиметров. Материальное состояние молодого человека в тот период тоже оставляло желать лучшего. Ведь он только начинал свою вокальную карьеру. Однако у Рамины сложилось на этот счет иное мнение – она не собиралась предавать любовь. В 1970 году влюбленные поженились. В этом союзе родились дочери Елене и Рамина, сыновья Яри и Кристель. Это была прекрасная во всех отношениях семья, в которой царила любовь и согласие. Вокалисты даже стали авторами книги «Автопортрет от А до Р», где были собраны их личные истории еще до знакомства друг с другом, рассказы об общем быте, становлении семьи, детях, общих друзьях и творчестве. Однако затем семья пережила большую трагедию, справиться с которой у супругов не хватило сил. Елене, перспективная журналистка, отправилась в Америку для сбора информации о новоорлеанских уличных музыкантах. Она хотела написать книгу. Домой девушка уже не вернулась. Любящим родителям так и не удалось установить причины ее бесследного исчезновения. И ее бойфренд оказался членом секты. Его подозревали в организации ритуального убийства. Однако вина молодого человека не была доказана. Улик для его ареста не хватило. Трагедия очень сильно ударила по творческой семье. Между супругами появились разногласия, преодолеть которые они так и не смогли. Ходили слухи, что Рамина до последнего надеялась, что их дочь найдется. Но у Альбана такой уверенности уже не было. Он считал Элению мертвой. Точкой невозврата в отношениях стало его официальное заявление о любовных отношениях с Габриэлой Скоробаковой, журналистой из Югославии, ровесницей Элении. В 1999 году звездная пара развелась. В конце 2014 года старшую дочь вокалистов официально признали умершей. На таком вердикте настаивал ее отец. В начале нового века у певца появилась еще одна возлюбленная, телевизионная ведущая Лоридана Личиза, родившая вокалисту сына Альбана, дочь Жасмин. Но Альбана и эта женщина не смогли ужиться вместе. Их дом все время сотрясали скандалы. В настоящее время Альбана живет в роскошном поместье, расположенном в провинции Пулия. Здесь его жилая и туристическая зона. С детским садом, школой, рестораном, винокуриным заводом, гостиницей, студией, звукозаписи.